Друзья, всем доброго времени суток! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Меня зовут Александр. Перед вами модель ZOPPO ZP980+. Это восьмиядерный смартфон. Является продолжением, логичным продолжением ZOPPO C2, ZOPPO 980. Примерно в одном и том же корпусе. Сейчас рассмотрим все особенности и отличия по корпусу и по модели в целом. Поставляется данная модель вот в такой вот коробке. Опознавательными знаками является вот такая вот наклеечка, вот такие вот наклейки. Сзади у нас написано, что это тоже 8 ядер на 1,7. Комплектация, в принципе, стандартная. Здесь идет оригинальная пленка. Идет зарядка хорошая. Идет USB кабель. И гарнитура. Гарнитура у нас не вакуумная, а вот такая вот обычная. Переходим непосредственно к нашему смартфону. Смартфон очень интересный. Серия ZOPPO C2 980 вообще интересная была на MTK 6589. Эта модель не подкачала, в принципе, я доволен результатом. Спереди все стандартно, все привычно. Датчики освещения и приближения. Динамик, фронтальная камера. Кнопки меню домой-назад. С этой грани у нас качелька громкости. Больше ничего нет. Сверху разъем под наушники. С этой грани кнопка включения-выключения. Снизу микрофон и разъем под microUSB. Сзади у нас матовая крышка. Она немножко другого покрытия. Не такая, как была у ZOPPO 980. То есть, это такой матовый пластик. В принципе, на нем практически не остаются отпечатки пальцев. Камера у нас здесь на 14 Мп. Есть вспышка. Логотип ZOPPO. И давайте посмотрим, как выглядит смартфон под крышкой. Аккумулятор привычный. 2000 мАч. Все тут, в принципе, тоже привычно. Стандартная симка, микросим и microSD карточка. Модель ZOPPO ZP980+. Это означает, что это именно восьмиядерный смартфон. Чем отличается данный смартфон от внешних? От четырехъядерных своих собратьев. Во-первых, задняя крышка немножко не такая. И во-вторых, вот эта грань у четырехъядерной платформы несколько другая. Но чехлы книжки, бампера, все подходит и для этой, и для той модели одинакового размера. Корпус выполнен из пластика. В принципе, сборка очень хорошая. Здесь ничего не трещит, не люфтит. Крышка закрывается очень плотненько. Никаких нюансов, никаких негативных моментов я по сборке сказать вам не могу. Обзор на эту модель хочу начать, как обычно, по привычке, с программы Antutu. Давайте посмотрим все технические данные этого смартфона. Значит, как я уже говорил, здесь восьмиядерный процессор. Модель имеет графический ускоритель Mali-450. Здесь Full HD разрешение экрана. Задняя камера на 12 мегапикселей. Гигабайт оперативной памяти. В первых поставках этот смартфон поставляется с 32 гигами встроенной. Частота работы процессора 1,7 ГГц. Есть, соответственно, мультитач. Фронтальная камера на 8 мегапикселей. Но это не правда, она немножко меньшего качества. Количество баллов, которые набирают этот смартфон, давайте смотреть. 27624 балла. Это, в принципе, стандартный результат для процессора MTK6592. Возможно, в будущем этот смартфон, именно эта модель, будет поставляться не с одним гигом оперативной памяти, как в данном случае, а с двумя. Далее давайте посмотрим некоторые моменты этого смартфона, а именно мультитач, сколько точек, через программку Antutu Tester. Здесь всего лишь 5 точек касания. Какие датчики в смартфоне присутствуют, можно посмотреть через программу Z-Device Test. Сразу же продемонстрирую, что прошивка с рабочим Play Market. Скачиваем программу. Все, в принципе, ставится без проблем. И сейчас будем смотреть, какие датчики присутствуют у этого смартфона. Программка Z-Device Test. У смартфона есть хороший GPS, есть Wi-Fi, Bluetooth, есть две симки, есть датчик освещения, датчик приближения, есть вспышка. Вспышка довольно-таки хорошая, яркая. Есть гироскоп, NFC технологии в этом смартфоне нет. По поводу прошивки хочу сказать несколько слов. Когда мы заказывали эти смартфоны, это было сразу же после Нового года, в январе. То есть, выслались они из Китая еще, скажем так, со старой прошивкой. По прибытию я начал тестировать по поводу аккумулятора, немножко потом расскажу. Посчитал нужным прошить на новую прошивку, посмотреть, как будет работать смартфон с этой прошивкой. Прошивка, в принципе, полностью на русском языке. Здесь нет никаких проблем с работой. Play Market работает, в настройках все понятно, все на русском языке. Я сразу поменял вот эту вот тему. Мне тема стандартная, старого образца больше нравится. Эти темы можно выбирать вот здесь. Я сразу переставил, поэтому не обращайте внимания, что у всех такие необычные, а у меня стандартные. Хочу сказать по поводу экрана. Здесь 5-дюймовый Full HD экран, матрица IPS. Я очень люблю такие экраны. Эти экраны, они такие перенасыщенные. Вот именно у этой модели, у Zopa 980+, экран перенасыщенный. То есть, если цвет красный, то он такой, ядовито-красный. Если цвет зеленый, то он ядовито-зеленый. Я сравниваю такие экраны с экранами, как у Samsung. Там у того же SGS3, SGS4, Note. То есть, там есть такие динамические режимы цвета. И вот я примерно сравниваю этот экран с теми. Давайте посмотрим по картинкам, что я могу вам показать, продемонстрировать. Кому-то может не нравится. То есть, может быть, да. Может быть, он отображает не совсем реалистично все оттенки цветов. Однако, мне это очень нравится. Углы обзора тоже, в принципе, отличные. Давайте смотреть вот на этой картинке. Углы обзора идеальные. Запас яркости этого экрана также продемонстрирую вам. В принципе, здесь его хватает. Очень яркий экран. В принципе, с минимальным запасом яркости можно вечером, ночью почитать, поиграть, чтобы он не давило на глаза. Про звук также хочу пару слов сказать. Звук мне тоже очень понравился. Как внешний звук, так и звук через наушники. В принципе, я сравнивал эти модели с теми же THL TestOS и, допустим, тот же Zopo ZP998. Мне звук в данной модели больше понравился, чем в тех моделях. Плюс в наушниках все звучит достойно, громко, с басами, чистенько. Мне понравилось. Производительность смартфона мы уже посмотрели по баллам в Antutu. А теперь пришло время посмотреть в реальных игрушках с максимальной графикой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В целом, с играми смартфон справляется хорошо. Единственное, что я заметил, это то, что GTA San Andreas тупит немножко больше, чем на любых других MTK6592. Далее я хочу пару слов сказать о GPS. Смартфон работает с ним отлично, в принципе, все спутники моментально подтягиваются вот через GPS-тест и вот через Navitel. Особого внимания заслуживает аккумулятор. Я тестировал сразу же этот аккумулятор на одной прошивке, три теста прогонял, надеялся на то, что с новой прошивкой что-то изменится, перепрошились. С вот такого вот балла в андуду-тестере мы получили вот такой вот балл. Скорее всего, это означает то, что нормальной прошивки все же еще нет. То есть, аккумулятор пока что на данной модели работает очень слабо. В режиме просмотра видео он разряжается за 2 часа 38 минут, до 4%. В режиме напряженной игры через Apex Citadel 1 час 51 минута. Что касается камеры, камера меня здесь однозначно порадовала. Во-первых, основная камера у нас идет на 13 Мп, здесь вот в прошивке она отображается как 9,5, но снимает она очень хорошо. Видео камера записывает в формате Full HD, я все выложу, сможете посмотреть, фотки будут в описании. По поводу качества фото хочу продемонстрировать вам только одну фотографию. Вот эта фотография я снимал просто грубо говоря с окна. вот вы видите насколько далеко машины, я вам продемонстрирую как виден номер у первой машины, как виден номер у второй машины и я вам продемонстрирую где опять общий план этой фотографии. Вот эта машина, смотрите, я приближаю и в принципе номер читаем. Я считаю, что камера очень достойная для смартфона. В целом про смартфон можно сказать следующее, это хорошее продолжение ZOPO C2 или 980 с шикарным экраном, с хорошей камерой, с хорошей производительностью, с плохим на данный момент аккумулятором, потому что еще нет нормальной адекватной прошивки. Плюс мной замечены были небольшие баги в прошивке, например, такой баг, что я не могу толком в галерее, непосредственно в галерее просматривать отснятые фотографии на камеру. Оно просто-напросто выкидывает на рабочий стол. В той первой прошивке, с которой он к нам приехал, такого бага не было. В принципе, все аппараты у нас остаются на той прошивке, которая была первой. Эту прошивку, это чисто на этом одном аппарате, только в этом обзоре. В целом смартфон мне понравился и, конечно же, единственный минус – это аккумулятор, который просто тает на глаза. На этом все, будем заканчивать. Смартфон очень интересный, мне нравится очень экран в этом смартфоне. Выйдет прошивка и будет очень-очень серьезная модель на рынке MTK6592. Спасибо за внимание, всего доброго вам. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите к нам на сайт.